Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня компания Xiaomi в лице дочернего подразделения Redmi представила два новеньких народных топа, которые должны расставить всех конкурентов по углам, ну с точки зрения компании Xiaomi. Так вот, первым стал самый продвинутый бюджетник, так его именует сама компания Redmi Note 9 Pro 5G. Да, не пугайтесь, с неймингом в компании работает особый чувак с лучшими, так сказать, сортами того самого, поэтому это норма. На глобальном рынке смартфон по всем утечкам должен получить название Redmi Note 10 Pro, но не исключено, что возможно он будет называться вообще как вздумается самой компанией, однако, повторюсь, всё указывает на то, что это новый десятый енот. Ну и как всегда, как только под этим видео мы наберём 2000 лайков, я тут же не мешкая закажу новую прошечку, сделаю обзор, а также устрою тотальную взбучку во всех современных играх с FPS, нагревом и троттлинг забегами, так что прожимаем лайчински и пишем одобряющие комментарии. Ну а сейчас присаживаемся поудобнее, запасаемся пельмешками с клубничным джемом, ибо я максимально кратко и содержательно постараюсь вам рассказать о всех фишках и функциях нашего сегодняшнего героя. Но если вас заинтересовал наш сегодняшний герой, то именно сейчас вместе с купонами цена на него будет максимально вкусная, ведь Чёрная Пятница это отличный способ запрыгнуть в последний вагон тем, кто не успел затариться на 11.11, ну а вернуть кэшбэк с такой покупочки будет вдвойне приятно. И тут на выручку приходит всеми любимый Letyshops, который на период Чёрной Пятницы договорился с многими крупными магазинами об эксклюзивном повышенном кэшбэке. Да и не только на Али, ребята постарались задействовать в этом кэшбэк безумие большинство местных интернет-магазинов, так что настоятельно рекомендую ознакомиться с списком и зарегистрироваться на Letyshops. Заодно стать участником розыгрыша на коллекцию новых айфонов и Apple Watch на лимон. За одну покупку в любом магазине вы получаете один билет, больше билетов, больше шанс выиграть. И самое главное, сумма покупки совершенно не важна. Поэтому повторюсь, регистрируемся на Letyshops, забираем топовые товары и получаем топовые призы. Все нужные ссылки я всегда оставил в описании под этим роликом. Redmi Note 9 Pro 5G получил свежий 8-дерный 64-битный чип от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 750G. За график отвечает Adreno 619, объём же оперативной памяти будет варьироваться от 6 до 8 гигабайт. Что ж до встройки, то тут будет предлагаться также две версии на 128 и 256 гигов. Ну и про слот под карточку памяти производитель не забыл. Что ж, в целом чип новый, мы его ещё не тестировали, но думаю в скором времени мы это недоразумение исправим и посмотрим на что же он способен во всех популярных играх. Повторюсь, ваш одобряющий лайк как всегда поможет в скорости выпуска подобного видео. Ну а так, сейчас нас ждёт производительность очень близкая к 765 G-Dragon, что собственно неплохо. Для сравнения, смартфончик должен обходить тот же Poco X3 NFC примерно на 15-20%, и как раз для 120 герцового экрана это будет только плюс, так сказать разумный минимум для комфортного гейминга на средне-высоких в 120 FPS. Так Poco, к сожалению, явно не вывозит эти самые 120 FPS. Ну и как вы поняли, экранчик тут на 120 герц, это IPS UGS матрица с диагоналившей в 6,67 дюйма, и по сути он тут точно такой же окна Poco, всё с той же пресловутой дыренью для глазка фронтальной камеры, будь оно не ладно. Кстати, фронталка тут на 16 мегапикселей, а вот что до основной, то она получила многострадальный так до конца и не реализованный самсунговский сенсор на 108 мегапикселей. Даль идёт ширик на 8, посредственный матрик на 2 мегапикселя и ещё один сенсор на 2 мегапикселя, но уже для замера глубинной резкости. И откровенно говоря, ничего сверхординарного даже от 108 мегапиксельного сенсора ждать не стоит. Да, камера тут будет однозначно хорошая, но не лучшая из лучших, так с реализацией этого 108 мегапиксельного сенсора Xiaomi так до конца и не разобрались. Но, повторюсь, в плане камер смартфон будет однозначно хорош, питает светодело, вполне солидная, но не рекордная баночка на 4820 мАч с поддержкой реально быстрой 33-х ваттной зарядки. К дополнительным особенностям новинки могут нести 12-ю MIUI на базе 10-го андроида, сканер отпечатков пальцев на боковом ребре и, конечно же, NFC. Redmi Note 9 Pro 5G будет опускаться в бирюзово-оранжевом, синем и чёрном цвете. Что ж до ценников, то за версию 6.28 производитель просит 243 доллара, за версию 8.128 уже 273, и за топовую версию 8.256 гигов солидные 303 бакса. И, как по мне, первый вариант выглядит немного вкуснее. На этом, думаю, всё. В целом, 9 Pro 5G получился довольно интересным устройством, но, с другой стороны, он, по сути, копия того же Mi 10T Lite с некоторыми улучшениями. Хотя, всё же, камеры надо сравнить так. 108-мегапиксельный сенсор я не шибко жалую. Ну, а теперь ждём глобальную редакцию. Думаю, она не заставит себя долго ждать. Ну, а если данное видео было вам полезно, не забудьте поставить свой большой палец вверх, подписываемся на канал, жмём на колокольчик, чтобы пропускать новые видео, а также посещаем мою группу ВКонтакте и мой Инстаграм. Там опубликовываю фотосессии устройств, а также там проводятся голосования за следующие интересные девайсы для обзоров. Всем, ребят, огромнейшее спасибо за внимание и поддержку, и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!